Доброе время суток! И с вами я, Михаил Шилов. В этом видео я хочу рассказать вам о мобилизации в рамках естественных и нормальных амплитуд в поэзичном отделе позвоночника. Давайте рассмотрим для начала какие у нас естественные движения, то есть какие у нас оси и плоскости для работы в поэзичном отделе позвоночника. Ну первое, это естественное самое. Это наклонный прием. Это мы делаем чаще всего. В меньшей степени запрокидывание назад. Но тоже довольно частые движения. Вообще в поэзичном отделе позвоночника мы работаем довольно активно. В грудном меньше всего. И крестово, шея и соответственно. Поясница работает у нас значительно больше. То есть где лордоз, там мы крутим, как говорится, двигаемся гораздо больше. Должны мы двигаться больше. Но у современного гипердиномичного человека очень часто бывает все не так совсем. У него нигде ничего двигается. Двигать надо. Двигать надо в равной степени везде. Так вот, давайте продолжим. Что дальше? Дальше мы осуществляем еще наклоны в сторону. Это естественное движение довольно частое. Правда чаще всего мы не делаем четкие наклоны в стороны. Чаще всего мы делаем сочетанные движения. То есть одновременно наклоны в сторону и вперед. То есть наклоняемся немножко в сторону. Это естественное движение. Бывает такое, что и назад. Но это реже. Но бывает. Естественным для поясничного надела позвоночника еще являются повороты. Это очень естественное движение. То есть само-само получилось. Если мы рассмотрели все, что все оси плоскости для поясницы, это нормально. Поэтому казалось бы, что все мы крутим, все это работает. На самом деле нет. Я поясню почему. Дело в том, что человек, вырабатывая в жизни определенный динамический стереотип, все-таки приучается к тому, что он решает свои задачи тем способом, который для него становится проще сомнения. И если у него, например, плохо поворачивается что-то, он просто разворачивается сам. Либо поворачивается за счет каких-то соседних отделов. И в этих соседних отделах может выработаться гипермобильность. Из-за того, что в одном месте не работает, в другое место должно компенсировать это, больше стерео подвижность. Так вот, для того, чтобы это не произошло, в поясничном отделе позвоночника надо разминку тоже делать. И задействовать при этом абсолютно все плоскости и оси. Это должно быть нормально. А то так и будет работать какая-то часть. Вы будете думать, что вы работаете в пояснице хорошо, у вас ничего нормально. А вы работаете каким-нибудь одним отделом, только в одной какой-то плоскости. Просто с помощью сочетания работы бедра, грудного отдела, да, вы добиваетесь того, чего хотите, но не задействуете всю поясницу. Так вот, а нам надо задействовать ее абсолютно всю, чтобы все психи сегменты были подвижны друг относительно друга, для того, чтобы профилактировать осложнения остеохондроза, который может быть в пояснице. Кстати, именно поэтому часто, очень часто, в пояснице прострелы бывают. Из-за того, что один отдел не двигается, ну, поясничный отдел позвоночника, а другой двигается больше, чем надо. Неправильно повернулись и загринем. Вот и все. Если все будет нормально и пытаться друг друга перемещаться, никогда ничего не загрините. А теперь упражнения сами непосредственно. Ну, первое. Мы начинаем всегда с того, что наиболее естественно. Естественно мы вместе, да, это вперед и назад. Значит, руки, как всегда, четко. Значит, локоть делаем на две части. Фронтальной плоскости. То есть, чтобы видно было руки. И грудь, и спину. Обязательно. Спину мы немножечко даже прогибаем. Ну, когда назад спрокидываемся, конечно, прогибаем. Несловно. А вот когда вперед наклоняемся, мы спину сильно не суцуем. Делать этого не надо. У нас не стоит задачи сейчас, что остановить мышцы спины. Нам надо в рамках естественной амплитуры проработать непосредственно от позвоночника. Поэтому ссутуливаться особо сильно не нужно. Держите прямые ноги, спина прямая. Делайте руку. Сильно прогибать спину тоже не надо. Сейчас я покажу способы, каким образом это можно делать. Есть потому что нюансы. Самая непростая проработка. Это когда вы делаете на вдохе. Ну, уже скрывается вся рука на петлю. Когда вы делаете прогиб. Да? Вдох. И запрокидываете ногу. И на выдохе наклон вперед. И на выдохе. Выгибать спину не нужно. Второй способ. Более продвинутый, но более правильный. Но немножко это сложно. И когда вы доводку делаете. Вы делаете вдох. И только под массой собственного тела спрогибли. Вы делаете доводку прогибаясь больше. То есть сейчас вдох вдох. При наклон, когда вы делаете. Вы первое движение делаете вперед. А второе вниз. Уже ссукует в шестнодушные ресницы. Случай встать. И тогда. И тогда вы более качественно прорабатываете. Вы сначала вытягиваете позвоночник. А потом закругляете спину. И вытягиваете и наклоняете. Вытягиваете и наклоняете. Здесь тоже. Вы сначала больше в верхней части песницы. Именно груто-песничный переход не прорабатываете. А потом дальше вы делаете наклоны. Немножко проще по наклонам в сторону. Руки либо на поясе, либо на бедрах. Я люблю на бедрах ставить руки. Хотя можно их опустить вообще вниз. Можно работать через середину. Я опять напоминаю, что если есть какие-то проблемы, сложности. Болевой синдром совсем недавно был. Ремиссия только началась, либо вы не занимались никогда. То есть не спортсмены. Где-то проблемы есть, либо боитесь, что они будут выть. Делайте все плавно, умеренно. Я рекомендую в этом случае работать через середину. Вы в середине делаете вдох, а при наклону делаете выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. И так далее. Если вы лучше чувствуете, можно продвинутый способ применить. Когда вы делаете еще доводку. То есть вдох, вдох. Наклончик и доводка. Наклон. Сколько наклоняется просто тело под массу собственного тела. И теперь доводка мышцы немножко дорабатывает. Все должно делаться без форсивных усилий. Можно для того, чтобы массаж осуществить печень-селезенки. Чтобы дополнительный образ крови создать. Ну, тормозировать органы внутренние. Делать наоборот. Немножко парадоксально. Когда вы в середине делаете выдох, а в сторону наклоните вдох. Выдох. 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 Тогда диафрагма не сопускается. Вы еще наклоняетесь. И вы массируете внутренние органы. Не сжимаются, он массируется. Это тоже полезно. И для кишечника полезно. Но больше для кематозных органов. Которые являются поправой. Это печень и селезенка. Вот. Для спортсменов я рекомендую более делать интенсивное это все дело. С передоводкой. При наклоне в одну сторону принимаем вдох. При наклоне в другую выдох. Потом, соответственно, меняем. Начинаем делать в одну сторону вдох. Выглядит это так. Или наоборот. Это что касается наклона. Дальше. Есть у нас самокупные движения. Самокупные движения это когда мы делаем одновременно наклон вперед и в сторону. И назад в сторону. Мы прорабатываем их, как я уже показывал, на вращениях. Чтобы сразу все подействовать. Значит нам придется делать наклоны на все четыре стола, что называется. И останутся все равно массами задействованных. Еще будут на этих... Еще там одних восьмых, одних шестнадцатых и так далее. Масса углов. Вот. То есть углов. Поэтому лучше просто провращаться, когда мы задействуем все во всех 360 градусах. Способ, которым мы это делаем. Первый. Это отличный. Мы оставляем пальцы ног в сторону. Руки внизу, либо на поясе. Голова фиксирована на месте. Мы ее не вращаем сейчас. Также плечи стараемся оставить тоже на месте. Они могут просто покачиваться. Но вращаться они не должны ни в коем случае сейчас. И вращаем таз. Когда мы прокипаемся, то есть подняемся назад, запрокидываемся назад. То есть выводим вперед таз. Это вдох. Соответственно, когда таз находится сзади, это выдох. Мы двигаться лечим образом. И так же в обратную сторону. Ну вот. Сделали. Дальше. Что у нас еще идет? Дальше идет вращение. 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 Я хотел в этом видеоподкасте рассказать вам еще. То есть дать упражнение и на вращение таза. Потому что когда вращается таз активно, таз активно вращается. У нас, конечно, безусловно, в поясничном прессовом переходе идет интенсивная работа. То есть поясничный отдел позвоночника очень будет активно задействован. Но я решил записать еще подкаст отдельный. Где будут упражнения для мобилизации. Именно в крестово-подвздошном сочленении. В поясничном крестовом. И также дозобедренных суставах. Потому что нельзя не включить работу над тазом. Вот в этот вот комплекс, когда мы начали от шеи, потом грудь, дальше плеснице. И надо задействовать таз. Ну никак без него нельзя. То есть надо сделать все, как говорится, полноценно. Поэтому я запишу еще один отдельный видеоподкаст. Это следующий будет. Где он может работать у нас таз. И конечно нижний поясничный будет отдел под ключом. То есть нижний поясничный, крестцовый. С крестцово-подвздошное сочленение. И тазоведренный сустав. Поэтому мы остановимся вот на этом вращении пока только. И пожалуй все. Потому что в следующем подкасте будет. Тут уже только вращение тазом. Это повороты тазом. Где конечно плесница тоже работает. Но вынесем это в отдельный блок. Сейчас я вам покажу как себя делается в реальном времени. Итак. Наклоны. Вперед-назад. Руки на пояс. И поехали. Вперед-назад. И поехали. Вперед-назад. Вперед-назад. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Ну вот и все. Увидимся на следующем видео. Не болейте, занимайтесь. Удачи! Добавил субтитры DimaTorzok